Какие эмоции после произвольной программы? Я, конечно, расстроена, потому что были ошибки грубые. Поэтому буду лишь нарабатывать свою программу, чтобы было все чисто. Сейчас получается еще не оптимальная форма, да? Конечно. А на сколько процентов ты можешь оценить? Ну, этот прокат я оценила максимум в половину этого нефтя. А про историю программы, кто предложил музыку, как ставили про эту произвольную? Ну, программу, музыку предложили тренеры, Лен-Марки, Четырекерки. Вот, ставили в Новогорске. А в самой программе я катаю любви к жизни, тяги к жизни, такое олицетворение, воодушевление. Задумка такая. Даша, а вы вообще выходной после этих прокат, вы сразу прилетаете? Будет, наверное. Извини, может быть, сейчас много фейков интернете, я видел, как в соцсетях, скрин, что тебе предлагали болельщика, кажется, в прошлом сезоне, вот они накладывали твой прокат на вот эту музыку. Действительно ли ты там прислушиваешься болельщикам, или это вообще там какой-то слух не нужен, находился какой-нибудь такой? Ну, я, честно говоря, возможно, видела, но не помню, но это точно не от этого зависит. Я, конечно, все смотрю, но окончательное решение с тренерами принимается. Ну, было когда-нибудь в карьере, что болельщики, не знаю, подкинули идеи, а вы как-то обработали, или... Пока не было. Даша, до Гран-при будешь где-нибудь выступать? Ну, заявлено на Америку и на Японию. Вчера фотография появилась в Инстаграме с Маргаритой Мамун, написала, что это твой кумир. Можно рассказать немножко про это, как, может быть, в детстве смотрел выступление, или там куда-то на Олимпиаде побеждал? Просто мне, во-первых, сама художественная гимнастика, очень красивый вид спорта, очень нравится. Мы с молодыми гимнастиками все общаемся, болеем, общаемся. Вот, но такие спортсменки, как вот Рио-1016, я вот всю посмотрела, так же, как и Токио сейчас. Маргарита Мамун мне как-то особенно понравилась, и до Олимпиады я за ней следила. И она вот для меня кумир даже, ну, именно в спортивном плане, ее история, ее путь к Олимпиаде. Ну, она прям мой кумир. Даша, секунду, я немножко потупил. Я говорю, до Гран-при выступать планируешь? А, до Гран-при. Ну, еще будем согласовывать с тренерами, точный план. Так с ней могу точно. Ты просто сказала, смотрела Токио. Токио, какие эмоции ты должен быть на гимнастике оставила, то, что случилось? Очень много нервов потратила на просмотр. Переживали, как за себя. Конечно, очень обидно за Арину. Очень, все равно очень рада за Дину, потому что ее, особенно ее последняя лента, невероятно понравилась. Абсолютно чистое выступление. Как думаешь, не спрошу в оценке, да? Ну, я все-таки про судейство, спортсмен, говорить не очень правильно. И как судьи оценили, так и оценили. Но, безусловно, наши девочки делали все возможное от себя. Ну, ее просто сейчас в России награждают как, действительно, победителя, но наравне с победителями. Ты считаешь, что это действительно она заслуживает? Конечно. Вроде и получалось до этого все. Это и получалось, это и не получалось. Поэтому я особо не расстраиваюсь. Это начало сезона. Я просто буду работать дальше. Мне нужно в тысячу раз больше катать программу. Мы это уже поняли. Будем работать над этим. Ну, говоришь, смешанные эмоции, каких больше? Ну, наверное, больше позитивных. Я, в принципе, позитивная. Вот. И всегда еще плюсы, даже если очень много минусов. Скорее позитивные, потому что это только начало сезона. И я думаю, что дальше будет только лучше, понятное дело. В прошлом году я начала сезон. Тоже не супер. И вчера об этом тоже говорила. Больше позитивных эмоций. Ты говоришь, надо больше катать программу. То есть в сезоне недостаточно катала как-то? Да. Мы очень поздно начали работать над особенно произвольной. Потому что коротко с прошлого сезона. В сезоне больше шла подготовка к прыжкам. Очень долго восстанавливалась. До сих пор еще не восстановилась до конца. Поэтому мало катали программу. Надо больше катать. И будем катать. Лиза, этот сезон олимпийский. Понятно, что у нас там супер-супер огромная конкуренция. Там все запредельный контент. Но ты остается где-то в голове мечты, что ты все-таки тоже можешь побороться. За путевку. На самом деле я, конечно, мечтаю и думаю об этом. И я говорю, если не смотреть на сегодняшний день. На сегодняшнее произвольное, да. И смотреть, допустим, на тренировочный процесс. То, в принципе, конечно, я восстановлюсь. Буду прыгать и катать все. И я очень надеюсь, что мне позволят выступать на крупных каких-нибудь международных турнирах. Я буду такой готовить. А какой у тебя следующий турнир? Пока не знаю. Но по плану стоит первый этап Кубка России, который будет через неделю уже. Ну, точно пока сказать не могу. Либо первый этап, либо второй, наверное. Особо не расстроилась, потому что я увидела, над чем еще нужно работать. Что Этери Георгиевна сказала после проката? Ну, Этери Георгиевна сказала, что не пошла в сальхов. Куца зажалась, и поэтому не получилось. Я сказала, что с луца зачем падать? У нас тот же вопрос был, кстати, задают. У меня такой же вопрос к себе. Зачем из него упало. А вообще какие-то общие впечатления от выступления остались? Ну, во-первых, сегодня я не волновалась. То есть был небольшой мандраж перед выходом на лед, но я была очень спокойна. Ну и осознанно катала программу, очень тепло. Публика поддерживала, встречала, провожала. До города есть какие-то планы, не знаю, там, кубок России не может быть? Ну, возможно, я поеду на какой-нибудь Челленджер, но это пока что еще решается. Следующий турнир пока неизвестно. Пока нет. Про трибуны можно ли говорить, учитывая, откуда ты, да, ледец города? Неподалеку отсюда, что ты практически домашние соревнования, в какой-то смысле? Ну, да, этот город немного похож на Нижний Тагилу. Я когда отсюда приезжаю, узнаю родные стены, здесь прям как-то реально чувствуется домашняя атмосфера. Вот, а, ну, трибуны, кажется, как всегда поддерживают, в любом случае. По каким признакам? По заводам? Нет? Ну, здесь нет высоких домов, там, такие каменные, ну, маленькие, пятиэтажки, девятиэтажки. То есть, все такое много простое, с полным души становится. А по поводу, ну, просто, наверное, несколько лет назад, был еще такой мимоизвестный, правда, связанный с нашей Рашей, если ты знаешь, когда все любили качать Тагилу. На эту тему были шутки какие-то когда-нибудь в твоей жизни? Постоянно, у меня постоянно спрашивают, знаю ли я, знаю ли я реальных пацанов, что вот этот вот уральский говор, такой своеобразный. Ну, и когда я приехала, некоторые тренеры, там, говорили, Тагилу рулит и так далее. Тренеры даже? Да. Просто так, ну, ничего себе. Интересно. Ну, будем надеяться, что будет рулить. А кто главный вообще у вас ответственный за шутки в вашей команде? То есть, кто смешнее, смешнее? Тебя просто достало немножко вот это насчет патрулиров на эту тему или, в общем, ты уже привыкла? Ну, у меня как бы говорят и говорят, почему бы и нет. У меня есть еще вопрос о музыке. Есть вот такая вот точка зрения, что в общем, Moulin Rouge это несколько такое избитое, часто очень использующееся. И насколько вы сами это чувствуете как музыку, это нравится ли вам, посмотрели ли вы его фильм? Ну, фильм, конечно, посмотрела. Я прям четко поняла, о чем нужно катать, ну, о ее судьбе. Вот она влюбилась и сначала сама этого не поняла, потом у меня заболела чахотка, и как вот она с этим писателем, они расставались. То есть, прям вот я, мне очень понравился этот фильм. А насчет этой музыки, я когда дома осталась одна, я всегда танцевала под эту музыку, и я прям представляла, как я буду на виду под нее кататься. Ну, как говорится, мечты сбываются. Да. И тренеры продолжили меня, я как-то согласилась, не раздумывая. Не устали, нормально. Какие эмоции? Ко мне меньше всего внимания, и мне это радует. Слушай, какие эмоции от контроля прокатов? Ну, на 4 я уже сказала, как на 3-й канал, что оценю свои прокаты на данный момент на 4 с минусом. Рибреги досадная ошибка, я поняла, почему, я тогда еще не устала. Это 4-й элемент всего лишь в программе был, поэтому как-то по глупости пошла, не обдумав этот момент, скажем так. В принципе, оценные элементы я выполнила нормально. На лутс можно было первым вообще много работать, мы этим летом занялись лутсом усердно, расправлять вот это вот attention, ребро, в связи с этим еще есть широковатость. Вот, поэтому еще это в стадии усовершенствования, скажем так. А так, программу я показала, себя я показала. Визуально я в хорошей форме, это мне помогает, должно помогать. Я надеюсь, что в каждом сорте будет силу все больше и больше. Подготовка как проходила к сезону? Нормально. То есть никаких там проблем? Были, но я не хочу о том говорить. А, ну то есть, понятно. Давайте упустим этот момент. А в целом настроение от начала сезона какое? Да, все понятно. Как сегодня я смотрела мальчиков, прямой эфир, как сказал Леша Ягудин, что это серьезно, как контрольная тренировка. Мы первый раз показываем свою программу, не забывайте, что это волнение, что это... Мы все-таки ответили от зрителей, многие пускают этот момент. И я, конечно, не оправдываю спортсменов, я оправдываю себя, но сам факт, что это первый показ программ, первый показ молод, скажем так. Вот, поэтому все сегодня катались не так уверенно, как вчера, наверное. У меня как-то получилось, наверное, на пункт, я не знаю. Так что, в принципе, наверное, на данный момент никто большего не ожидал. Тройной аксель. Работаешь? Пока пристановили, сейчас по возвращению будем работать. Какой следующий турнир у тебя? Сезрой. Через неделю уже. То есть, ну ты прям точно уже там быстро... Конечно. Наша вся группа едет туда. Я не знаю, может, это можно было говорить, нет? Да. Если что, я ничего не говорила. Ладно, хорошо. Сама помнишь, когда в последний раз катал произвольно без четверных? В соревнованиях сложно вспомнить. Наверное, до юниорского сезона еще, да, это было. Но будем воспринимать это как прокаты. Все-таки такой промежуточный этап для меня. Вот, как тренеры сказали, сегодня был макет. Какие в целом вообще итоги можно ввести контрольных прокатов? В целом для меня контрольные прокаты и то, что я буду в них участвовать, это было как такой мотивацией ускорить процесс восстановления. Потому что, как только я осознавала, как скоро мне нужно будет показать эти программы на зрителях, конечно, не хотелось плохо показать это и показать плохие прокаты. Поэтому старалась прийти в форму хотя бы вот в такую оптимальную, в которую можно было бы приехать с тройными прыжками. Конечно, сейчас это такая хорошая точка, от которой можно оттолкнуться дальше. Хотелось бы, конечно, к следующему моему появлению спрогрессировать. В прошлом году на прокатах, ну, после прокатов, точнее, решили поменять произвольно, потому что, да, были какие-то шелковатства. Сейчас, по ощущениям, эта программа готова к тому, чтобы с ней весь сезон пройти? Мне очень нравится эта программа. Естественно, я понимаю, что пока она не настолько доработана, чтобы все было так, как это видят тренеры, и так, как мне бы хотелось. То есть я вижу в этой программе очень хорошую задумку и очень хороший потенциал на то, чтобы ее раскрыть. Вот, но, конечно, нужно, чтобы это все было еще мощнее, еще доработаннее. Но лично мне очень нравится то, как это сейчас получается, и то, что хотелось бы видеть дальше. Аня, а можно чуть подробнее о задумке, да, какой образ? Ну, история «Мастера и Маргариты» — это вначале. Я чувствую приближение, скажем так, злой силы, я чувствую прикосновения, звуки в голове. Так проходит первая половина программы, затем «Пал вампиров», всем известная. Очень нравится мне эта часть. И здесь нужно показать очень такую сильную смену эмоций, смену настроения, что я пока еще работаю над этим. И, как сказал Данил Маркович, что в этой задумке побеждает добро. Это показывает третья часть программы, которая начинается с дорожки. И здесь, получается, мне опять нужно сменить образ, стиль катания. То есть в этой программе нужно сильно акцентировать внимание именно на задумке, в целом на образе. Сколько было шуток про аннушку, разлившую «Мастер» в процессе постановки? В процессе постановки не так много, но я уже в соцсетях очень много, кто мне об этом писал. Так что, конечно, да. В принципе, какие-то другие образы расшматривались? Ну, логарины, потому что как-то сразу возникают. А может быть, какой-то нестандартный подход или другие герои? Нет, у нас сразу был такой подход. Данил Маркович так меня увидел. В принципе, тебе нравится это произведение? Читала ли вообще? Я читала, ну, можно сказать, в процессе прочтения. Как только начали постановку, естественно, я решила полностью подготовиться, проникнуться образом. Но мне прям очень нравится задумка. И мне бы очень хотелось, чтобы я смогла ее довести до такого состояния, чтобы со стороны это выглядело так же, как я это чувствую. Честно, так часто, я не знаю, как образ поход программы. Думали ли вы о смене платить? У тебя опыт есть? Трансформер. Мне хватило того опыта, честно. Я больше не хотела бы никогда к этому возвращаться. Мне кажется, что в тот момент это было в тему. И этого достаточно. Сейчас все-таки, мне кажется, это, во-первых, не нужно. И, во-вторых, хочется это показать не сменой платья больше, а именно сменой полностью настроения и стиля программы. Это был страз, когда нужно сменить платье? Когда думаешь, можно так сказать? Очень много было проблем в процессе тренировок с этим платьем. Наверное, хорошо, что мы тогда заморочились и сделали это. На тот момент это было интересно, но мне хватило. Можешь, ты уже раскрыть, какое платье сделать? Пока его еще нет окончательного варианта, к соревнованиям уже подготовят, все увидят. Эскизы нравились? Ну, пока все в процессе доработок, так что не буду заранее говорить. Камилка, казалось, немного нервничала перед старым. Не показалось. Ну, так, нервно было. Как-то опять. Почему? Вроде как уже попривыкла выступать по взрослым. Что случилось? Ну, это уже ближе к концу сезона. Все равно в конце сезона тоже так нервничала. Это, скорее, я просто очень много нервничала, что делать совершенно нельзя. Я сегодня уже именно как бы в шестиминутке спокойно была, но выйдя с шестиминутки, меня прям захлестнуло. Сегодня ошибочки, они случились из-за нервов, как, кажется? Ну, скорее всего, да, потому что на тренировках не всегда чисто катала, но на шестиминутке я эту первую половину собрала, и вроде бы надо было, ну, так, спокойно. Начала опять себя накручивать. Три четверных и тройной акции. Набор совершенно сумасшедший. Физически насколько это все тяжело готовится? Ну, тяжеловато, конечно, но все же это начало сезона, и думаю уже к последующим стартам будет уже легче. То есть это такой рабочий набор, то есть по сезону будет, наверное, так всегда? Да. А на троу, а в каком-то вы получились чистые брака со своими темы? Да, я катала. Болеро, второй год подряд с какими впечатлениями, эмоциями катаешь эту постановку? Да, стараюсь все-таки уже повзрослее катать, но пока что не очень получилось. То есть? Но уже, как бы, и выхожу на повзрослый сезон, надо уже быть поувереннее, чем я сейчас. Это вопрос уверенности, или ты не до конца чувствуешь образ? Придет уверенность, и как бы из-за неуверенности ты начинаешь сковывать движение. Сковываешь движение, и получается каша. А получается каша, нет программы. Все, все. Уже известно, как у вас следующий турнир? Пока не буду говорить. Лиза, ну что случилось, скажи? Такая тренировка была хорошая. Да, тренировка была хорошая. Я думаю, многие подустали после вчерашнего дня. И я в том числе. Но это не расстроило меня в середине программы. Я подумала, что наоборот, раз уже терять нечего, я покажу программу. Поэтому даже с учетом ошибок, которые я сегодня допустила, зал очень тепло принял, и мне было очень приятно кататься. И я очень люблю эту программу. Мне она безумно нравится, начиная от костюма, заканчивая финальным движением. Поэтому, в принципе, эмоции положительные. Я надеюсь, что, точнее, надеюсь, я считаю, что это был такой первый и последний раз такого выступления. И на соревнованиях уже не буду допускать таких ошибок. То есть это усталость, да? Не волнение, не что-то такое? Я не думаю, что это волнение, потому что я довольно раскованно сегодня выходила. Поэтому и удалось до конца программы сдержать образ, потому что я действительно много работала над этой программой. И хотелось показать именно хореографию, то, над чем мы так много занимались. Усталость, потому что только начало сезона еще на бой формы идет? Или просто... И все равно, когда первый старт, не старт, а открытые прокаты в таком большом зале со зрителями, это больше эмоций ты отдаешь всему этому. Потому что те прокаты, которые мы делаем на тренировках, это немножко разные вещи. Поэтому постепенно входим в сезон. Лиз, можешь уже раскрыть, какие у тебя были соревнования до Гран-Плей? Какие планы? Мы планируем поехать в Сезерень на первый этап в Россию. И взять какую-нибудь бэшку. Возможно, это будет филляндия Трофи. С другими программами успели как-то подследить? Потому что что-то понравилось? Я видела Сашу Тросову, потому что она вступала последняя. И мне безумно понравилась ее программа, музыка. Потому что я сама люблю рок и такие прям программы на лотмашь. Я люблю выражаться. Сама каталась под Флоренсен машин. Безумно люблю эту исполнительницу. Поэтому, когда услышала музыку, уже сразу поняла, что это будет классная программа. Особенно, когда Саша исполняет Печи Тверных. Тут просто низкий поклон ей за такое трудолюбие. У меня были мысли идти на втором такселе или не идти. Нужно ли мне это сейчас? Или же стоит просто показать дальше программу достойно? Поэтому я не зацикливалась на том, что он не получился. Я зацикливалась на том, чтобы доделать программу до конца. Все мысли были уже. Наконец. Италья Георгиевна была не очень довольна. Ты вышла с Альдаром. Что случилось? Ты что-то забыла? Ну да, тренеры были немного, ну не то что в шоке. Скорее посмеялись надо мной. Не над моей девичьей памятью. Потому что во время дорожки я забыла дорожку. А да, я пыталась исправить ситуацию в середине. Когда я уже сделала два таких маленьких кружка. Ну вот я там вот так вот поехала, да. И вот что-то было непонятное. Вот это было оно. Я попыталась, конечно, исправить ситуацию, но в целом не сделала ничего адекватного, потому что оба блока у меня получились на правой ноге. И сообщили мне об этом, когда я вышла с проката. Я-то думала, что ну я-то исправила. Ну, получилось только хуже. Ну, это проходящий этап. Говорит о том, что стоит как-то более внимательно относиться не только к кружкам, но и к остальным частям программы. Говоря про саму программу, опять Вивальди, как и в прошлом сезоне, да. Как вообще появилась эта идея, это какая может быть инициатива? Да, я очень давно хотела прокатать именно Вивальди. Это очень серьезная музыка, очень взрослая музыка. И, конечно же, никто не будет ставить такие программы для обычных сезонов. То есть эти произведения катали довольно-таки многие, но немногие показывали такую программу, что ее запомнили. То есть самый известный, например, это Патрик Чан. И сейчас я, наверное, каждый раз, когда катаю свои программы, пытаюсь вспомнить, как он доносил до зрителя, что он доносил до зрителя. И, в общем, пытаюсь немного ему подражать, но по-своему. То есть цель войти вот в число, так сказать, тех, кто запомнился? Да, вообще хотелось бы, наверное, чтобы каждая программа была шедевром. Не всегда это получается, но очень хотелось бы, чтобы мои программы помнили и помнили все программы. То есть там, это был Вивальди, и вот, например, на какой-то неопределенный срок это был бы эталоном Вивальди. Это были сумерки те же самые, это был эталон, допустим, сумерок. И хотелось бы, наверное, чтобы каждая моя программа вот так вот отличалась и запоминалась. И я буду делать все, что для этого. Поздравляем, Саш. Что вы чувствуете сейчас? Ну, я рада, конечно, что мне получилось сделать пять четверных. Ну, скажу, третий раз, наверное, четвертый, что это прокаты. И очень часто на прокатах делаю лучше, чем на соревнованиях. Вот, поэтому постараюсь сделать все это на соревнованиях. Показалось по ощущениям, что пять четверных пролетели буквально, как, не знаю, просто в один момент. Ты как будто бы даже совершенно не устал. Неправда. Я не знаю, конкретно из-за четверных, ну, может быть. Конечно, я устаю, как все. Вот. Ну, старалась это не показывать, кататься. Очень многие говорят, что у тебя очень сильно изменился стиль, скорее катание, даже не сам отменяй стиль. Расскажи немножечко об этом. Это вот твое какое-то личное желание, да, выглядеть иначе немножко? Не могу сказать, что я прям говорила, что это должно по-другому выглядеть. Нет, наверное, по-другому все-таки в короткой программе. Действительно, для меня новая. Я очень старалась сделать, чтобы это было очень красиво, вот, потому что в короткой программе нет четверных. К сожалению. К сожалению, да. Вот. Ну, и мне кажется, что у меня получилось. Ну, буду стараться еще лучше. Мы немного запутались. У тебя сейчас больше собак или четверных? Одинаково. Одинаково? Да. Это пудельтикап. Ее привезли из Китая. Мне, я ее месяц ждала. Это самая долгая моя собака. Обычно, если я захотела, я на следующий день купила. Эта собака нет. Ее месяц везли. Вот. И сейчас 6 месяцев. Весит она 1,2 кг. Круэлла. 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 Есть 6 месяцев, наверное. Может, чуть-чуть. Саша, получается, имя связано с твоей произвольной программой? Да. Мы так решили с мамой. Мне уже на тот момент поставили программу. И мне считается, что будет интересно так и назвать. Но дома она Эллочка. Как дома? Эллочка. А, Эллочка. Надеюсь, что доедет. Надеюсь, что доедет. Да. 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 Мойки мой. Такой. Александр, а можно еще про катание спросить? Потому что я вот разговариваю с профессиональными фигуристами. Они говорят, что у вас и само катание, владение коньков, изменилось после прошедшего сезона в том числе. Вот вы это чувствуете? Вы согласны с тем, что вернулись в кустали уже немножко с другим катанием? Я стараюсь работать над ним. Каждый день улучшаться. Так что, наверное, становлюсь лучше. Саша, платье окончательный вариант уже? Тренировочный. Тренировочный. Вооруженным взглядом, видишь, ты получаешь удовольствие от программы. Это помогает в такой громкости? Когда мне только поставили программу, я... Вообще, мне очень нравилась музыка и все. И я когда начинала кататься, именно вот мне очень нравилось. Я начинала слишком эмоционально, у меня не получалось прыгать. Совершенно. Особенно в первой половине мне очень нравится музыка. И я не могла прям контролировать. Вот. Но потом я научилась и стала. Прошу. Саша, очень многим говорили, особенно по прошлому сезону и так далее, что, ну, все есть. Готовность прекрасная, все вроде бы идеально. Как будто бы немножечко ментально не хватает какой-то собранности и так далее. А ты работала как-то именно на ментальной составляющей за это время? Я считаю, что для уверенности в себе нужно очень много работать и настраиваться, учиться. И каждый день на тренировках это делала. Вот. Ну, и также очень много работала, чтобы уверенность была. Александр, учитывая вот этот весь символизм, круэлл, программа такая собачья, извините за... Вы готовили вы к каким-то, я скажу так, предложениям? Вот если компания сейчас продающая собачьи корни, я не знаю, дабл и дабл эф будет обращаться к вам. Учитывая, что трапевтий сезон, вы готовы к таким предложениям? Я не ставить ни там, еще хотим. Ну, попытка была торопа. Будет же писать, будет. Как же делать? Спасибо большое. Саша, можно уже обращаться? Саша, как еще раз порода пудель? Тикап. Тикап? Да, это типа... Потому что такие маленькие, они смущаются в чайную чашку. Но я пробовала, они влезают. А, все. И усовывала, усовывала, в чашку она не обещается. Саша, можно еще с тобой? Давай, тебе истинка.